А вы можете еще сколько хочешь детей нарожать? Могу, конечно, но, наверное, не буду уже. Но все-таки возраст уже не совсем. Когда мы Яшу собирались рожать, девочки сильно напряглись и сказали, что мы должны были с ними посоветоваться. И вот сейчас вы говорите, что можете еще нарожать. Он говорит, не надо. Да? Ну как? Интересно. А мне всегда хотелось братька младшего. У меня не было. У старшего было. У вас старшего было, а у меня никакого не было. А мне хотелось тоже. Да. Ну они так дружат втроем-то? Дружат. Дружат. У них какая-то команда. Ну хорошо, ладно, то да. Ну нет, уже три, конечно, приличное количество. В Москве сейчас вот пошла вот это уря-уря, даем за второго ребенка деньги. Дают. Вот дают и за третьего дают. В долларах или в рублях? Нет, дают один раз. За второго. Ну не важно, если ты за второго не получал, значит ты получишь за третьего. За третьего. Так, чтобы и за второго, и за третьего, и за всех последующих, нет. Ну вот если лет десять назад мы смотрели, ну один ребенок, ну два. Это вот то, что называется материнский капитал? Да. А сейчас как-то уже смотрим три ребенка. Очень много семей с тремя детьми. А они при этом живут как-то просторно или ютятся? По-всякому. По-разному. То есть даже вот не имея нормальных жилищных условий, могут иметь там троих детей? Да. Да. Вы знаете, ну все-таки Москва, это вот тут же выйдешь за пятьдесят километров, за сто, и это же, это твой у нас песни зовется, то барлаки идут бичевой. Где? Ну по России-матушке. То есть Москва, это все-таки, это все-таки как государство. И как-никак ты там что-то заработаешь, на что можно прожить. То есть ей можно заработать? Да. Можно, конечно. Аренда вот такой квартиры, как вы сейчас сняли, допустим, в Москве. Мы сдаем ее квартиру. Ну хорошо, вот если бы вы арендовали в Москве вот такую квартиру в таком же там крутом месте, в таком крутом городе, как вот Лос-Алтес, эквивалент, допустим. В России? В Москве. Сколько бы стоила такая квартира? Ой, ну вы понимаете, если считай, это Лос-Алтес, это как сердце силиконовой долины или что-то в этом роде. Лос-Алтес, это самый дорогой город Соединенных Штатов. Если вы смотрите на цену домов с тремя спальнями и двумя туалетами, это самый дорогой город страны. Вы понимаете, не пересекаются понятия. Представить себе Тверскую улицу города Москвы и нашу Куэсту в Лос-Алтес, ну невозможно это просто. А что такое Тверская, это ты можешь снять квартиру за 250 тысяч, можешь снять за миллион в месяц, вот арендная плата. А на Рублевке есть квартиры или только дома? Там нет многоэтажных домов. Там есть многоэтажные дома, в которых живет обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал, вот этих вот именно домов. Ну хорошо, то есть на самом деле даже по московским понятиям вы не так дорого и платите, может быть за такое место. За такое место, да, то есть если сравнивать с тем местом, вот мы в Ясенево жили в Москве, вот если сравнить с Ясенево, то это конечно шок. Ну Ясенево это как у нас в Сакраменто. Ладно, значит давайте мы к Ютубу вернемся. У вас свой блог какой-нибудь есть, вы снимаете видео, как вы тут живете? Нет, я ничего пока мы не снимаем. А че? Да все собираемся, мы как-то не соберемся. Как-то не знаю, как-то хочется, чтобы вначале все вот сделать, а не вот рассказывал про то, что ты сделаешь или что ты собираешься. Теряется динамика. Согласен, но не хочется выдавать свои планы, как-то вот вперед, чтобы потом торопиться с осуществлением. Хочется вначале осуществить, а потом уже как-то пройти. Ну хорошо, я тоже, я сначала 25 лет прожил, 22, а потом начал блог. Да, мы устроили свою жизнь и потом уже начали помогать параллельно другим. Да я как бы, мне кажется, и сейчас еще развиваюсь там куда-то в сторону ретармента. Ладно, вот шапки начал собирать. Видите, как динамика. То есть никогда не говори, что ты остановился в развитии. Вот нам теперь дарят головные уборы. А я искал свой образ и вот теперь нашли в головных уборах. Чего нам только не дарили, вы не представляете. Вот смотрите, он там в углу стоит. Вот. А никто вам кину не привозил? Кипу. У меня есть. Есть. Кипа у меня есть, конечно. Просто я так подумал, у меня, ну, мне как-то тяготею вот к той вот эпохе, начало двадцатого века, а вот к конца девятнадцатого века. И как-то вот я представил, что вам, наверное, это будет интересно. А с другой, вдруг я подумал, ну, наверняка могли еврею не дарить кипу. То есть это было. Ну, у меня было. Конечно. Ну, бывает, что идешь куда-то. Вот мы сейчас пойдем завтра буквально на похороны к товарищу. И надо там. Там, правда, выдают. Там такие простенькие там на входе дают, если нужно. Чего? Да, такие из ткани. У меня, у меня очень шикарная такая расшитая там. Но я, поскольку не верующий, там, в синагоги не хожу. Я такой символический. То есть я могу в образ какой-нибудь войти, там, покортавить немножко. Ну, в общем, как-то... У меня бабушка была из семьи, ну, не богатой. То есть они были мясниками, там, родители были мясники. У них было десять детей, соответственно. Семья была не богатая. Ну, и она вышла замуж за молодого человека, который был дедушкой. Он был из очень богатой семьи такой, за женщиной. И я, когда ее спрашивал, там, я говорю, слушай, говорю, а вот дед, он, что-то там, они какие-то были очень богатые, или что-то, или что-то, или что-то, 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 что-то было. Она говорит, Миша. Она говорит, Блюмины, это... Она говорит, Блюмины в синагоге сидели на первой скамье. Понимаешь, как я... Ужаемые люди. Ну, категории, которые в нашей жизни не существуют, но мы можем как-то себя поставить на место и так как-то проникнуться. Вот эта связь, эпоха двадцатые годы, да, там, дореволюционные и так далее. У меня вот эта связь через бабушек, там, какие-то фразы, или там... Я помню, она гимназистка была, и я говорю, а вот девчонки, они там, я не знаю, они там мальчиками интересовались, там, или что-то. Она говорит, ты знаешь, во время Первой мировой войны, у девчонок в гимназии, у старшеклассниц была очень популярная прическа, все девки делали эту прическу, гимназистки. Называлась «Офицеры за мной». Такой колорит эпохи, понимаешь? «Офицеры за мной». А сейчас они стринги одели и все. «Офицеры за мной». А уже там все подрел. Да, ну что же, хорошо. То есть, у нас планы... Ребятам вы что-то скажете, вы уже перепрыгнули через ручей. Знаете, это как два еврея хотели в православие перейти, да, и там говорят, «Надут ручей перепрыгнуть». Кто перепрыгнул, с той стороны уже православный. Ну и один перепрыгнул, а второй, значит, ну, как там, робко... Тянется, тянется. Да, тянется. Он говорит, Мойшик, как там? Он говорит, да, говорит... «Вы за что, говорит, жидовские морды нашего Иисуса Христа распяли? Вот. Значит, вы уже на этом берегу ручья, значит, а там люди все, говорят, ну, как там?» Говорят, ну, что скажете за ручьем-то? Хорошо тут. А что, спокойно, цветы со всех сторон, чистенько? Нет, ну, во-первых, конечно, ощущение курорта пока что не покидает. Хотя мы еще не выбрали время, чтобы съездить там на море или на залив. Но запахи, какая-то атмосфера... А нет ощущения сюра? Какой-то сюр, думаешь, ну, не может быть, что вот я тут, вот что-то такое, тут какая-то жизнь, и я тут, а что я тут делаю? Вот как я сюда попала? Нет такого? Нет. У нас было очень неосознанное какое-то восприятие нашего переезда. Поэтому мы много чего читали и смотрели. Ну, и вообще, не первый раз, в принципе, выезжаем. А вот то, что вы на канале смотрели, вы так вот всматривались в свое время, вот предметно, вот, ага, вот эта улица, вот тот перекресток, вот, значит, здесь вот тот светофор. Вот вы сейчас это узнаете? Вот так... Вчера только как раз говорили в машине. Да, мы вчера про это говорили в машине, но я не могу сказать, что я видел по комментариям, там люди писали, типа, хватит нас возить по одной и той же дороге, надоело. Ну, вот, пойти... Они все одинаковичны. Да, ну, ну, то есть я не понимаю тоже этот комментарий. Нет, ну это здорово, то что мы видели... Идет дорога, что-то меняется, какие-то картинки мелькают, ваш голос, слушаешь его, позитивно. А многие же не смотрят, они там на кухне хозяйничают, так просто как... Ну да, то есть ты просто слушаешь, ты слушаешь, да, и как бы... Ну, хорошо, но вы узнаете местность? Да. Да, да. И сразу узнали эти здания, моментально. Вот. Вы еще не представляете, мы сейчас вот видео повесим, и к вам на улице будут люди подходить. Я говорю, Дмитрий, мы вас зрители. А вы кого-то встречали, вот, смотришь вдруг, а вот он с экрана сошел, вот тут у нас ходит. Мы только вот ваши... Только... Так это удивительно, что вот вроде смотрел, ну, по каналу, на канале только смотрел, и вот эти люди вживую ходят, разговаривают, София, да. Вот отсюда вышла только вот... Когда мы сюда заходили... Картинка? Нет. Вот эта замечательная женщина, я прошу прощения, я забыл ее имя, которая рассказывала, как ей... Как она повернула на встречный полос. Жанна. Это наша педагогка. И там ей кто-то кричал, 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 и она сказала Thank you very much. Да, да, а ей палец показывает. Да, да, да. Жанна вообще человек, я считаю, еще более легендарный. Значит, если я вам скажу, что у нее девичья фамилия была Голдман. Понимаете? И если бы она вышла замуж за кого-то с фамилией Сакс, да, она была бы Голдман Сакс. Понимаете? А так она просто спектр и все. Да. Вот. Так что вы чего, у нас тут такие финансовые магнаты. Да. Ну, хорошо. Значит, все-таки с той стороны ручья. Я просто вот хочу, чтобы ребятам что-то сказать, чтобы они почувствовали внимание с вашей стороны какое-то. Сейчас я тогда скажу. Понимаете, какая вещь? Очень сложные чувства, на самом деле. Мы, но мы к этому были готовы. То есть я не могу сказать, что вот что-то пошло не так, что-то вот вдруг мы увидели все по-другому. Да. Что вот на вашем канале и в Яве все совсем иначе. А вот говорят, что вот он меня видел, а в жизни увидел совсем другой человек. Вы знаете, да. Другой человек в том плане, что я вот смотрел у Наталии Квик, я понимал, что да, есть какая-то помощь, есть ну, понимаете, с чужих слов это одна история. Но когда ты сюда приезжаешь и вот сталкиваясь с вами видя участие, и причем я прекрасно понимаю, что вы понимаете, что может быть завтра вы меня не увидите больше, никогда вы меня не увидите. Просто пришел человек, вы помогли, и он пропал. Ну, всякую. Ну, подойдите, это же так не работает, что ты вот, господи, у меня была история, я ее рассказывал на канале, когда мне было тоже года четыре или пять, родители держали на окне коробку такую фанерную, и там голубей подкармливали. И они приезжали, что-то поклевывали. И я, значит, им говорю, а что мы делаем, почему мы кормим голубей? И мама мне говорила, очень добрая женщина, она мне говорит, Мишенька, вот когда лето наступит, значит, эти голуби, они нам, значит, как-то отплатят, значит, там чем-то добром или что-то такое. И я это понимал как инвестмент в конкретных голубей. Значит, но вот это мое юноше детское, можно сказать, вот такого возраста, как Яша, значит, сознание еврейского мальчика, оно ждало возврата на инвестмент. И когда, значит, летом, я матери вопрос поставил снова ребром, и я говорю, ну, и где же они нам отплатили чем? Она говорит, а они, говорит, на полях червячков клюют, говорит, голуби, и урожай от этого больше. И у меня было ощущение какое-то кидалово. Ты вкладываешь конкретно в голубей и думаешь, они что-то в клювике принесут, понимаешь? Вот, поэтому в жизни так не работает. Ты вкладываешь как бы в доброе дело, а доброе дело, оно так как-то по планете распространяется, и оттуда добрым делом возвращается. Поэтому мы же не инвестируем ни в кого конкретно. Ну, приехали люди, кино сделали, смотри. Делай добрые дела и не проси благодарности. Человек делает это для себя. Для себя. Как только ты начинаешь понимать, что делаешь для себя, так сразу тебе уже становится без разницы. И больше того, когда ты делаешь это в больших количествах, то ты должен себе отдавать отчет в том, что будет какое-то количество людей, которые скажут, что ты их где-то обманул. Они не знают где, но они понимают, что что-то такое им не додали. Вот когда говорят, подарить свою машину скажет не того цвета. Да, да, да. И кто-то скажет гадость, кто-то напишет эту гадость где-нибудь в интернете. Это часть дел. Ты можешь не делать ничего хорошего. Вот там заройся куда-нибудь. Конечно, можно так тоже жить. Но это просто процесс. Вот. И что можно сказать? Воздух. Вот правильно сказала жена по поводу курорта. Это вот ощущение курорта и понимание, что ты сюда приехал не на месяц. Понимание, что ты сюда приехал не на две недели. Понимание, что это вот с тобой. Что это будет с тобой. И от этого, конечно, удивительно тепло становится. Ощущение курорта вдруг привлекло к мысли, что я до сих пор в этом ощущении. То есть вот мы здесь 25 лет. Будем в ноябре, будет 25 лет. У меня полное ощущение курорта до сих пор. То есть нам все время говорят, зачем вам дача? Говорят, вы же живете на даче. Да, и для смены обстановки. Но у вас там океан, конечно, по-другому. Здесь дороги, а там океан. Все же таки. Там прохладина. Да. Это правда. Действительно, здесь дачное такое. Хорошо. Значит, может молодежь что-нибудь скажет, а то они так сидят-сидят. Такие воспитанные, ничего не говорят. У них что-нибудь спросите. Так, ну давайте с Татьяны начнем. Которая американская школьница, будущая. А вам хочется в школу? Что вы ждете от школы? Вот вы могли бы сказать себе, пойду в City College, пойду работать, пойду еще куда-то. У вас сейчас только дорог перед вами. Почему вы хотите пойти в школу? И что вы от нее хотите от школы? Ну... Погромче. Несколько моментов. Во-первых, это какая-то иммерция. Я очень привыкла учиться в школе, потому что, хотя я закончила 10 класс, но учусь уже 11 лет. Из-за разных всяких перипетий. И просто школа – это что-то, что я понимаю, что-то, что я осознаю, как это работает. И поэтому, с одной стороны, это дает какое-то чувство безопасности. Потому что вот я иду в школу, я учусь, я знаю, что я должна делать. Ну, вот как-то так. И я в Москве училась последние 5 лет, наверное, или сколько? 4 года. Я училась в хороших довольно-таки школах, считающихся хорошими. И это были две школы, они так сменили друг друга. И очень я привыкла именно к состоянию обучения. И почему я хотела все-таки пойти в школу и закончить школу, у меня вот вбитывала совершенно в голову мысль о том, что я должна получить среднее образование, потом я должна пойти в институт. Ну, в России у меня был четкий момент, здесь он более раскрывчатый. И очень всегда мне хотелось, ну, просто получать именно знания в разных областях. А школа, я так понимаю, что американская школа тоже, это способ как-то расширить свой кругозор, как-то вот что-то понять про мир и про себя. Ну, просто стремление к каким-то академическим знаниям само по себе. Такая буферная функция, то есть первый год там самортизировать, строиться в общество, как-то сориентироваться. Ну, хорошо, через год. Вы бы, я понял, вы академической направленности, девочка. Значит, есть такие люди, что любят руками делать, есть такие, что любят сидеть и учиться. Значит, вы как академическая девочка, вы хотите чему учиться? Ну, у меня был, пока мы жили в России, у меня был, формировалось просто в последние четыре года направление какое-то, да, гуманитарное. И сначала я хотела быть лингвистом, потом я поняла, что лингвисты должны учить математику, и это слишком сложно, поэтому я решила стать все-таки филологом. И я очень пыталась выработать в себе любовь к литературе, я очень люблю литературу, я очень люблю язык и то, как он функционирует, вот такие всякие моменты. И я всегда хотела заниматься гуманитарным знанием. Последний год я училась, в школу, в которой училась последний год я училась на отделении культурологии. Вот. И всегда думала пойти в эту область, но неожиданно перед отъездом, когда начались все эти разговоры про чем мы здесь будем заниматься, куда пойдут родители, неожиданно появился такой вариант пойти учиться тестировщиком. Я не могу сказать, что папа меня прямо уговаривал, но он расписывал передо мной то, сколько возможностей я говорил, если, доченька, у нас ничего не получится, то мы всегда тебя, деточка, отдадим Михаилу. А он сказал, что у тебя все получится. Ну вот, так что... Ну хорошо, вы так, еще маленькая, там, 17 лет, но все-таки, вот когда для девушки нормальный возраст, там, семью создавать? Восемнадцать. Восемнадцать? Да. Ну, как бы я чувствую себя вот на пятнадцать лет, если мне видеть на пятнадцать лет. Ой, я себя чувствую на сорок два, но что теперь делать? Ну да. А я на двадцать пять. Только шея болит, и спину. Так, Яша, ты себя насколько чувствуешь? Хорошо. Молодец, молодец. Так, молодец, да. Разрядил, так. Семья, я не знаю. Я себе сказала, что я хочу как можно позже выйти замуж, и как можно позже завести детей, потому что, во-первых, я семью вижу как какое-то ограничение меня, как кучу новых обязанностей, которые я пока что не понимаю, что хорошего они мне могут дать, и вообще я за гражданский брак. Ну, я считаю, что, и к тому же я считаю, что я недостаточно сам по себе сформировавшийся человека для того, чтобы еще каких-то людей формировать. Вот, чтобы заводить детей, я думаю, нужно много опыта, много… Замешанная позиция. Да, молодец. Да, молодец. То есть, образ мамы не вдохновил пока. Так. Ну, хорошо, хорошо. Нет, ну, хорошо. Я просто пытаюсь как-то это совместить с планами карьерными, там, школы, обучения, там. Потому что семья обычно, как бы, вносит коррективы в планы. Ну, я хочу сначала закончить школу, потом, не знаю, будет колледж или нет, закончить учиться, какое-то количество времени поработать, может, там, посмотреть разные какие-то вещи, себя найти, условно говоря, в этом новом пространстве. Ну, в принципе, я думаю, что она вполне могла бы быть… Я слышу, вот, значит, Таня говорит, у нее очень развитая речь хорошая. Обычно я чувствую, что… Обычно мне очень сложно говорить. Это я тоже вижу. Я делаю скидку на то, что вы тут на людях, перед камерой и так далее, но вы, безусловно, человек с развитой речью. Значит, я думаю, так, вы могли бы каким-то аналитиком быть, не обязательно математическим таким, но там, бизнес аналитиком, такого плана. То есть, там надо писать, там надо анализировать, там надо сравнивать, надо ставить себя в положение того и этого, и надо при этом какой-то все-таки абстрагироваться от, допустим, субъективного и пытаться увидеть с разных позиций, там, и так далее. Вы вполне могли бы вот такую работу делать. Но это же предполагает, в общем, экономическое образование, да? Нет, не обязательно экономическое. Ну, там обычно… Я имею в виду бизнес-аналитика. Ну, допустим, она работает в Bank of America, например. И они там делают какие-то новые системы для людей, которые работают в банке, собственные. И кто-то должен пойти и проанализировать, что люди делают, описать задачи, которые они решают. Конечно, этот человек должен понимать предметную область. То есть, чем больше он понимает предметную область, тем лучше он делает эту работу. Ну, конечно, это может быть или банковская, это может быть образовательная система, это может быть там все, что угодно. Ну, во всяком случае, конечно, какую-то область надо подхватить. Но для этого не надо знать математику. УСИКЛУ получит. УСИКЛУ получит.